Привет, изи! Это фаундер Фартунс. И сегодня у нас намечается большая стройка. Сносим наши стены. И будем строить новое жилище. Пока что, пока что мы девчонок переселяем на кухню. А парней в сарайчик. Вся мебель у нас перенесена, за исключением исследовательского стола, за которым работает светка. Ну, я думаю, что это не проблема. Полы мы с тобой тоже убираем. Дорожки тоже. Здесь добавляем дверь. А, нет, дверь здесь мы не можем добавить. Это печально. Значит, грядки с картошками мы убираем, потому что они нам тут мешаются. Тем более, лето еще не наступило, картошку мы садить все равно не можем. Вот это у нас будет центральная улица, где будут расположены домики. Мастерскую нам нужно с тобой увеличить. Примерно вот до таких размеров. Теперь мы делаем жилье для каждого члена колонии. Домик фермера у нас будет расположен вот здесь. Домик у нас будет сделан из оприятной деревянной стены. Размер дома будет 5 на 5. Мне кажется, этого прямо достаточно. Это домик фермера у нас. Делаем здесь дверь. И дорожечку. Пол у нас будет тоже из аккуратной древесины. Следующий дом будет расположен рядом с камнями, с рудой. Это будет дом шахтера. Также 5 на 5. Рядышком будет дом лесоруба. Ну и дом ремесленника. Рядом с мастерской. Добавляем в каждый дом двери. И делаем дорожки. Ну все. Большая стройка у нас начинается. Погнали. Правда, никто не спешит заниматься этой стройкой. Придется ребят просить. Ребят, отрывайтесь от своих дел. И начинайте строительство домов. Светланка, давай строй свой дом. Мироныч, хватит струбить деревья иди строй. Светланка у нас утомилась и легла спать прямо в недостроенном доме. Блин, вот по идее Верка у нас со сломанной рукой. Но она же может учить учебники, читать их и анализировать кристаллы. Но нет, она не может это делать. Кстати, я не могу понять, что с ней стало. Что тебе не нравится? Так, Саня доделал наконец-то первый дом. Красавчик. Это дом Верки. Переносим туда кроватку. Ну вот, доделали еще два домика. Остался последний. Красавцы. Также доделаем мастерскую. Мастерская доделана. Большая стройка у нас закончена. Ох, созрели помидоры. Светланка, иди быстрее собирай, пока не напали какие-нибудь жуки. Так, Верка, по-моему, хочет посмотреть на костер. Ну так иди и любуйся. А, она выйти не может. Из-за горшка с цветами. Ладно, горшок с цветами убираем. Все, Верка поползла. Поползла любоваться костром. Саня, ты рано улегся спать. Подожди. Я могу у тебя из-под спины свистнуть спальник? Нет, не могу. Ладно, тогда спальник Мироныча мы переносим сюда, в его квартирку. Теперь нам нужно в каждый дом добавить по окошку. Окна у нас будут расположены здесь. Вот таким вот образом. Ну и, конечно, с видом назад. Украшаем окна различными растениями. С другой стороны делаем ставни. Теперь нам нужно сделать освещение на улице. Освещение будет простым, настенным. Вот таким вот образом будут расположены факелы. Ну, а здесь мы поставим наземный факел. Так, это у нас готово. Теперь нам нужно сделать исследовательский центр. Исследовательский центр мы сделаем из глины. Он будет у нас вот таких вот размеров. Теперь, что насчет пола. Значит, на кухне у нас будет пол, наконец-то, нормальным. Не из земляной дорожки. Мы сделаем его каменным. И в исследовательском центре мы сделаем аккуратный деревянный пол. Ну, все-таки это, типа, учебное заведение какое-то будет у нас, типа. Ну, вот и лето пришло. Пора делать грядки с картошечкой. Что там у нас с рукой Верки? Давай посмотрим. Лето уже наступило. Как мы помним, Верка сломала руку в середине весны. И еще пол лета она будет у нас ходить со сломанной рукой. Это прям печаль. Исследовательский центр у нас готов. Переносим туда стойку для исследования. Медикаменты у нас также будут в исследовательском центре. Делаем перестановочку в нашем сарайчике. Так. Санек, иди сей картошку. Пришло время картофана. Поскольку у нас грядок стало много. Ну, их и раньше было много. Но они были не защищены. Пришло время сделать им простые, хотя бы простые, деревянные заборы. Так сказать, ограждения. Надеюсь, это хоть как-то защитит наш огород. Не знаю, правда, от чего, но от жуков точно не защитит. Уныние. Так, Мироныч у нас что-то приуныл. Прошлой ночью мне приснилось, что с моими друзьями случилось что-то плохое. Не унывай, Мироныч, сейчас с твоими товарищами будет хорошо. О, прибыл торговец. Пойдем-ка с ним пообщаемся. Блин, Верка даже торговать со сломанной рукой не может. Ладно. Саня, иди пообщайся. Кстати, мне кажется, если мы грохнем торговца, а торговец у нас единственный, я так понял, то он больше к нам приплывать не будет. Поэтому мы этого делать не станем. Ну, что могу сказать. У него ничего ценного нет. Ничего того, чтобы я смог у него купить, поэтому мы отправляем его домой. Давай, до свидания. Мне вот интересно, если Мирон у нас тогда сломал ногу, он стал хромым, то, скорее всего, Верка с плохо сросшейся рукой будет медленнее работать. Скорее всего так. Хотя выглядит она вполне здоровой. Ну вот, первый забор у нас готов для помидорок. Осталось доделать ограждение для картофана. Готово! Ограждение для картофана у нас теперь тоже есть. Настало время для исполнения желаний наших поселенцев. Давай посмотрим, что хочет Светлана. Опа! Легион павшего шамана просит помощи. Нам нужна помощь с некоторыми ресурсами, и мы решили попросить у вас, как у нашего соседа. 16 помидор и 17 яблок. Хм. Ладно. Хоть с одними гоблинами, тем более это шаман, нужно сдружиться, я думаю. Конечно, без проблем берите. Спасибо за вашу помощь. Надеюсь, я в будущем тоже смогу у них попросить что-нибудь. И мы, кстати, изучили полив. Наконец-то нам доступна деревянная лейка. Нужно ее соорудить. Так, леечка-леечка. 50 бревен нужно. Наконец-то у нас Верка, которая фермерша, обзаведется лейкой. Светлану, мы попросим изготовить эту лейку. Надоело. Колонист слишком долго работал в ужасных условиях. Это кто такой? Это кто у нас такой? А, Мироныч у нас. Не в духе. Ну ладно. Так, насчет исполнения желаний. Мирон хочет стол, а также разместить полку с горячей едой в своем доме. Ладно, не проблема. Сейчас мы сделаем тебе стол и полку для еды с костра. Полку поставим здесь, а стол здесь. Хотя нет. Давай стол переместим вот сюда, под окном. Вот таким вот образом. Когда он перестанет беситься, он сам себе сделает стойку и стол. Что насчет Светланки? Светланка хочет получить зарплату не менее 5 монет. Ого, у меня всего 10 монет. Как-то слишком много ты хочешь. И разместить место для хранения одежды в одержимости ее. Это как? Я же здесь сделал стойки. Чего тебе не хватает? А, подожди, стойки-то отличаются, ты глянь. Стойка для брони. Стойка для одежды. Ну, все понятно. Я, короче, стойки перепутал. Ладно, сейчас мы сделаем эту стойку прямо у нее в доме. Хотя нет. Прямо в доме не будем. Мы уберем эту стойку. И сделаем ей стойку для хранения одежды. То же самое сделаем и с этой стойкой. Ну и, наверное, ладно. Давай заплатим ей 5 монет. Посмотрим, как она отреагирует утром. Чего хочет Саня? Саня хочет стул и стол. Не вопрос. Вот тебе стол. Вот тебе стул. Чего хочет Верка? Верка хочет разместить место для хранения оружия. И исследовать письменность. Ну, насчет исследования письменности. Это мы легко изучаем письменность. И стойку для оружия мы разместим здесь. Значит, Саня, иди все строй. Потому что Мирон у нас не в духе. Верка у нас со сломанной рукой. Сколько ей, кстати, по времени? Еще 2 минуты она будет со сломанной рукой. Так что, Санек, вся надежда на тебя. И здесь тоже иди построй. Мечта Санька сбылась. Теперь у него есть 2 очка награды. Мы можем сделать следующее. Смотри. Активные черты. Ксенофобия. Чтобы ее удалить, нужно 4 очка. У нас всего 2. Мы не можем это сделать. Быстрообучаемость. Полезный навык. Не будем его трогать. Также мы можем добавить какую-нибудь черту. Например, Оптимист. 3 очка. Нет, нет, нет. Вот за 2 очка что? Неутомимый. Для полного восстановления ему требуется вдвое меньше времени по сравнению с остальными. Хорошая черта, слушай. Давай-ка мы ее и добавим ему. Добавляем. Подтверждаем. Ну все, теперь у нас Санек неутомимый. Да, Санек неутомимый. Посмотрим, что мы можем сделать для других. У Мирона. Мирону я хочу убрать хромоту. Поэтому я коплю 4 очка. У меня сейчас на данный момент у него 2. Поэтому мы его оставляем. Что по Верке? Верку мы пока не трогаем. Посмотрим, что у него станет с рукой. Еще минута. И если она станет медленнее работать, мы эти очки потратим на исцеление ее руки. А у Светки всего 1 очко. Ее мы тоже пока не трогаем. Так, день настал. Светка у нас получила зарплату в 5 монет. Нужно их убрать теперь. Иначе на следующий день она у нас тоже 5 монет попросит. А это нам не нужно. И у нее теперь новая мечта. Это деревянный колодец в колонии. Ах, да, кстати, насчет хранения. Завладеть. И вот тебе, кстати, деревянная лейка. А деревянную лейку мы не можем ей дать. Верка хотела стойку для оружия. Пускай получает. Ах, дырявая моя голова. Стойка для инструментов. Вот куда нужно разместить лейку. Так, лейку сюда. Верка. Завладеть. Теперь у нас вон она лейка стоит. Похоже на ведро. Вот так вот она выглядит. Когда у Верки исцелится рука. А похоже, что она исцелилась. Это хорошо. Нифига себе, Верка уже на ферме трудится. Верка, иди. Снарядись. Лейкой. Отлично. Ты посмотри, какой у нас замечательный фермер. Просто зашатаешься. Кстати, у Верки после того, как рука срослась. Она, видимо, удачно у нее срослась. Никаких отрицательных эффектов не добавилось. И это просто замечательно. У нас появилась возможность сделать деревянный колодец. Здесь указано, что некоторые называют это системой поливки. А некоторые дырой в земле. Политые растения приносят в два, а то и в три раза больше урожая. Так что нам эта штука полезна. Поставим мы ее вот здесь вот. В центре нашей колонии. Вот таким вот образом. Мироныч у нас еще две минуты будет дуться. Поэтому надо Санька попросить. Санек. Построй нам, пожалуйста, колодец. Вот так-то. У Светки сбылась мечта, что она хотела колодец. Ну, а у Верки появилась возможность полива. Верка, иди наполни лейку. И давай поливай огород. Ух, как она наполняет. Посмотри, она прям туда лейку закидывает. Я думал, она будет ведро поднимать. Леечку она наполнила. И побежала. Куда-то побежала. Что-то там поливать захотела. Лес что ли? А, она, наверное, за яблоками пошла. Я уж думал, она сейчас в лесу траву будет поливать. Так. Верка вернулась на ферму. Ну что, ты будешь поливать, не? Смотри, к помидорчике поливает. Молодец. Это хорошо. Так, Светка, собери, пожалуйста, нам помидорчики. А то, мало ли, жучки налетят всякие. Смотри, сколько у нас урожая. Просто закачаешься. Ну что, думаю, что пора закругляться. Вот такая вот у нас шикарная колония получилась. Расширились так знатненько с тобой. Если тебе нравится эта игра, то с тебя лайкос, комментос под видос. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. А на этом я с тобой прощаюсь. Удачки. Увидимся в новом видео. Пока.